Все время, время, цигель, цигель, ля-лю-лю, да, времени нет вообще. На газетные мамаши напишите, пожалуйста, как вы все успеваете, но это к тем вопросам, у кого маленькие дети. Я закрасила седину, но у меня ничего не вышло, прям в прямом эфире, да, с вами сейчас. Это что за безобразие такое, а? Вылезло. Так, на лице нет, у меня там пятен. Все может быть, знаете, в нашей жизни может быть все. Блеск, наверное, мог бы быть и поярче, да, там какое-то покрытие на губах. Ну что, всем огромнейший, огромнейший, просто пламянейший. Привет, мои дорогие, у нас сегодня с вами пустые баночки. Вы не поверите, я тоже не могу поверить, я всегда так говорю, когда начинаю снимать пустые баночки. Последний раз я снимала свои пустые баночки, перед тем, как мне поставили брекеты наверх, это было, так, брекеты мне поставили 19 февраля, я снимала ролик числа 10 февраля, я снимала ролик на оба канала, ролики, да, и то есть три месяца, девчонки, да, март, апрель, май. И, вы знаете, я продолжаю копить пустые баночки, и я понимаю, что они у меня есть, и я хочу их снять, да, вам рассказать, что мне понравилось, что мне не понравилось, как в старые добрые времена. И я, вы знаете, там гуляю с детьми, там либо их кормлю, думаю, ну ладно, сейчас вот минутка свободного времени появится, да, минутка, и засниму, а потом, ну, неохота, может быть, вот сегодня вот это поснимаю, ну ладно, завтра пустые баночки. Наступает завтра, и другие планы, и вот это нужно поснимать, и потом всё остаётся ещё на один день, и ещё, 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 и так я продинамила и себя, и вас три месяца. Представляете, ну как, закрасилась вроде, да, более-менее как-то. У меня камера просто сегодня, она очень чувствительная, вот именно каким-то таким погрешностям, в том числе макияжным. Ой, девчонки, вы не представляете, я сегодня, ну, готовилась к этому ролику, да, красилась, все дела туда-сюда, и вы представляете, я поймала себя на мысли на том, что я вообще разучилась краситься. Ко мне приехала опять моя сестра, мы вообще не красимся от слова вообще, мы просто ухаживаем за собой, там масочки, кремики, тоники, тонеры, бальзамчики для губ, мы много гуляем. Но вот про декоративку я вообще забыла, и стрелки сегодня выводила, представляете, с третьей попытки они у меня получились более-менее какими-то симметричными. Начала красить ресницы, там, ё-моё, какие-то палки с одной стороны, потом, где мои ресницы, брови начала красить, и это не так, и то не так, но все-таки я собралась, да, и я готова поведать вам свои пустые баночки. Девчонки, у меня пустых баночек очень много, я не буду голословно, и смотрите, заодно продемонстрирую вам свой топик, да, фаберликовский, со встроенным бюстом, смотрите, у меня сколько пустых баночек. Вы только посмотрите, это вот такая вот коробка огроменная, да, и это только одна третья часть, представляете? Пустых баночек будет очень много, и я их, конечно, не смогу показать в одном ролике, да, и еще учитывая свою вот эту вот бла-бла-блаковость, да, поэтому первая часть пустых баночек будет на моем основном канале, вторая часть пустых баночек посмотрим либо в таком же формате, либо в формате пустая баночка, руки, камера, да, я покажу на своем втором канале, поэтому, возможно, когда вы просмотрите вот этот 30-минутный ролик до конца, на втором канале уже к этому времени выйдет продолжение этого пустобаночного рассказа, да, поэтому давайте уже обо всем по порядку. Я не стала выгребать пустые баночки из душа, в душе столько пустых баночек, просто у меня мальчики сейчас претерпевают такой возраст, когда они интересуются пустыми баночками, когда они в них играют, все дела, я этому не сопротивляюсь. Я собрала пустые баночки только вот из своего гнилого угла, где они копятся постоянно, и да, у нас прошла Пасха, и надо было разгребаться к Пасхе, но у нас предпасхальные дни были такими холодными, мы гуляли в зимних куртках, у нас был снег, поэтому до пустых баночек, так же, как и до окон, мои руки не дошли. Ладно, вот такое в моем стиле длинное предисловие к видео, давайте уже приступим, основная какая-то информация, остальная, основная будет по ходу пьесы, так скажем, да, и что касается моего блеска для губ, то он с эффектом объема, это мой выигрыш в конкурсе от Buxom Russia с Дарьей Клюкиной, в общем, такой блеск я почему-то подумала, когда его отложила, но у меня много продуктов для губ пришло, и когда откладывала, чем мне пользоваться, понятно, что я все сразу не открываю, я познакомилась с их карандашиком для губ, я поняла, что это не мой оттенок, и я буду отдавать все это сестре, либо там знакомым, и я думала, когда откладывала, что это кремовый какой-то тин для губ, ну, что-то по типу матовой помады жидкой, да, но по сути это блеск, он с покалыванием губ, и он очень комфортный, вот, знаете, когда носишь его, ты чувствуешь, что на твоих губах тяжелый люкс, я вам так скажу, такой ненавязчивый, приятный аромат, супердорогой спонжик-аппликатор, вот это вот ощущение продукта на губах, оно, конечно, просто сногсшибательно, не подражаемый, давайте помнежь, да, сяду, чем мне нравится вот эта камера, а знаете, большой мой секрет, вот эта камера, это передняя камера телефона моего мужа, мужа какой телефон, да какой телефон, это какой айфон, десятый или двенадцатый, ну, с тремя камерами, которые на задней поверхности, в общем-то, мне нравится эта камера тем, что можно там приблизить, самой приблизиться, и звук хороший, и картинка светлая, и как бы без заморочек, потому что сейчас зеркалку настраивать, знаете, я вас умоляю, там у меня Миша, что ли, скребется, или у меня стул скрипит, ладно, все, погнали, 6 минут 14 секунд, первое, что я добила, это вот такое вот концентрированное средство для мытья посуды, свежий лайм, Фаберлик, дом Фаберлик, девчонки, классная штука, если вы не мыли свою посуду подобными штуками от Фаберлик, то я тогда иду к вам, они экологичные, экономичные, оставляют на самом деле посуду такой до скрибы чистый, аромат вот этот, он нейтрализует запахи, и у нас в мае и в конце апреля было очень много каких-то мероприятий, мой день рождения, потом Пасха, и представляете, вот такую покупку, да, геля для посуды я добила вот прямо на раз-два, наверное, за две недели, и с учетом того, что раньше я такую штуку разбавляла, ее как-то цедила там, да, растягивала удовольствие, я могла пропользоваться с учетом моей многодетной семьи вот таким гелем для посуды, прям два месяца, представляете, но еще раз повторюсь, потому что такой ажиотаж прям творился, вот куда вот это все ставить, тоже вопрос, в общем, крутая штука, попробуйте, потом у нас закончилось вот такое натуральное мыло для рук с маслом камели, это Ботавикос, если вы меня смотрите давно, то вы знаете мою любовную любовь именно к марке Ботавикос, я их просто обожаю, и у меня в запасниках стоит такое же мыло, и когда дома маленькие дети, когда их много, вы знаете вот эту проблему с дозаторами, да, с играми в пустые баночки в ванной комнате, в общем-то, об этом я уже говорила вам, в общем, классное мыло, оно действительно экономичное, оно такое мылкое, оно невероятно густое, и я не знаю больше бренда, не знаю больше марки, которая бы настолько густыми делала свои жидкие мыла, да, пожалуйста, в два раза разбавь и продавай за эту же цену, хотя вот цена довольно-таки приемлемая у этого жидкого мыла, и классная, вот просто класснючая, Ботавикос продается на Валперес, это я точно знаю, потом на Фо Фреш, на Озон, поэтому обратите внимание. Концентрированный гель для стирки белья, вот такой вот я топила, для цветных тканей, это Фаберлик Хоум, раньше мне это средство нравилось больше, как оно отстирывает, как оно ведет себя с бельем, да, и ценовая политика, ценовой диапазон нравился очень сильно. Сейчас я понимаю, что мне нерационально заказывать подобные дорогие штуки для стирки для моей семьи, серьезно, 2-3 дня и все, с учетом того, что вот вчера у меня было 6 стирок за день, поэтому я стараюсь подобные гели для стирки, знаете, как заказывать по акции Like Фаберлик, и то, я вчера оформила заказ Фаберлик, я заказала гель для стирки, вот этот гриндли, да, зеленый, для универсальный какой-то, но не в этом суть, за 90, за 195 рублей по акции Фаберлик Like, это тоже небюджетно. Но извините, простите, если у вас дома бесконечная стирка, и брать один пузырек за 300 рублей, ну это глупость, да, согласитесь. Так, дальше, девчонки, очиститель салона от ГРАС, вообще у меня навеки любовная любовь к бренду ГРАС, хотя их средство для отмывания сантехники, вот это вот, да, против налета, оно, конечно, испортилось, что ни говори, но вот эта штука бюджетная, оно так отмывало наш диван кухонный, вот эту вот обивку, да, что просто можно при жизни вот этой штуке ставить памятник, поэтому обратите внимание, приятный такой, какой-то химический, такой цитрусовый аромат именно химчистки, да, вот у нас раньше, когда был джин Мурана, он у нас был после химчистки, и там вот стоял, мне кажется, в точности такой же аромат. В общем, девчонки, попробуйте, покупала, хотела сказать, в рубльбом, нет, я бы вас обманула, покупала эту штуку мой муж, где-то на заправке, там в пределах 100 рублей, но что-то наподобие есть всегда в рубльбом, поэтому обратите внимание. Так, дальше все, начинаем разгребать коробку, это были средства, которые не поместились в коробку, у меня есть еще вторая и третья коробка. Такими тэпами я вам ничего не покажу, не расскажу, да, смотрите, закончились два жидких мыла Сайхерб, не бюджетные, но я брала по мега какой-то акции, по акции товар дня со скидкой 20%, плюс я вводила, пусть, да, то есть пускай я вводила промо-код для 20% скидки, короче, эти мыла мне достались рублей по 250, это доктор JR, наверное, не доктор, да, какой-то JR Watkins, это мыло с алоэ, а это мыло с кокосом. Мыла имеют какой-то такой другой, знаете, внешний вид, что ли, у них другая консистенция, они более такие слезеобразные, они более желеобразные, но они позиционируются как органические, хотя в их составе есть содиум лауреал сульфат, экокамид, пропил, бетаин, и чего тут только нет, состав, короче, это просто песня, да, матом, я не знаю, в чём прикол вот этих жидких мыл, но мы их добили очень быстро, я не поняла, конечно, прикола, да, мылятся, да, ароматные, аромат не оставался на длительное время на ладошках, да, но мужу нравилось, говорит, они какие хорошие жидкие мыла, так пенятся, так освежают, не знаю, потом этими мылами, вы знаете, для меня жидкое мыло, это такая боевая леденица, так, всё уже, с дикцией мне губы уже устали, это такая боевая единица, хорошо, что они не разрываются изнутри, да, это уже кайф, поэтому приспосабливаемся как можем, жидким мылом я мою крыльцо, мою обувь, мне не до сентиментальности, я, как правило, не храню 100 средств для уборки, девчонки, вот всё, что попалось под руку, тем я и пользуюсь, лишь бы осилить что-то сделать, знаете, ну, в общем, я ссылочки на них оставлю, также я вам оставлю свой промо-код, да, для 20% дополнительной скидки на абсолютно любой заказ, сделанный с сайта Йорк, обратите внимание, может быть, вам будет интересно, но вот как бы, не знаю, не поняла, потом очередная батья вот такая вот, для ванной комнаты, это, ну, это вот для чистки, да, я вот одной такой штукой, у меня одна штука на одну уборку, представляете, я наношу эту штуку на раковину в ванной, потом на унитаз распыляю, и остатки этой штуки я выливаю в унитаз, то есть чтобы там расщепился вот этот вот весь известковый налет, вот это вот, да, вот все, что отложилось, и у меня все вымывается на раз-два, но мне нравится для ванной комнаты их новинка ультра-уайт, мне кажется, там действительно есть какой-то дополнительный лоск эффект, в общем, этих средств, так, дальше что, мальчики у меня беспощадно добили вот такую штуку от Пиджин, это детский шампунь, который я заказывала для Алиночки, когда была беременной Алиночкой, ну, в общем, сами понимаете, вот этот дозатор, который распылял пенку такую воздушную, ну, что еще для счастья надо ребенку, мыли машины, устраивали какую-то автомойку, что только не устраивали, и себя мыли, и друг друга мыли, ну, и пусть мыли. Нервы тратить я вам в этом случае не рекомендую, девчонки, вот эта штука, обязательно попробуйте, если у вас кто-то заказывает чего-то там за херб, либо сами попробуйте заказать, это миссис Майерс, это штука для мытья посуды, гель такой, он у нас идет с ароматом базилика, я не знаю, на самом деле, не любитель я базилика, не то, что не любитель, я как-то особо его не включала в свой рацион, не выращивала его никогда, я не знаю на самом деле, чем пахнет, базилик бывает такое, что, допустим, запахом лимона, и ты уже заранее представляешь, что это за запах, да, у тебя как-то уже рецепторы там шевелятся, что-то там испускают, да, если хотите, это невероятно приятный, такой какой-то цветочный, какой-то натуральный даже аромат, я не чувствовала в этом аромате вообще базилика, да, ну, базилик это какая-то специя, у меня очень много специй, симпли органик американских, да, и, ну, конечно, ничего похожего нет в этих запахах, в этих ароматах, но аромат невероятно приятный, в общем, убирала запахи всевозможные, вообще очень мылкое средство, и вот это средство можно заказать, у меня, кстати, есть такое с медом и акацией, что-то такое, можно использовать, извиняюсь, в горле пересохло, надо было копию с собой взять, можно перелить просто в дозатор, да, с жидким мылом, и пользоваться просто так, с жидким мылом, там, у меня часто мальчики приходят с гаража, там, то в мазуте, то в бензине, то еще в чем-то, но вот эта вот штука, она такая экологичная, такая экономичная, я и состав тоже читала, здесь, кстати, тоже с этим лауреат, вот этот вот лауреал сульфат, можно разбавлять, и разбавлять, и разбавлять, у меня осталось вот столько, и я игралась с этой баночкой, я постоянно ее разбавляла водой, пользовалась, и потом уже просто, ну, столько не живу, да, сколько я игралась с этим средством, потом мы с мужем добили шампунь, трес-семей, вот такой, долго-долго он лежал в запасниках, приходил мне этот шампунь как-то на обзор, помнится, в далекое-вдалекое-вдалекое YouTube молодости, да, так скажем, мы бьем 400 миллилитров, и по чесноку, девчонки, я надеюсь, что меня не смотрят представители, вот именно бренда трес-семей, трес-семей, шампуни, конечно, слабенькие, они образуют перхоть, от них периодический зуд, ну, какие-то, знаете, это шварцкоп эндхенкель, это что вообще производит, ну, не в этом сути, в общем, мне они напоминают шампуни и бальзамы для волос, глискур, которые мне не подходят, как правило, как-то вот зудообразующие у меня на голове, потом, смотрите, я выбрасываю вот такой вот автозагар и фраше, как он у меня давно лежит, девчонки, он с шестнадцатого года, представляете, и я ловлю себя на мысли на том, что, начиная с пятнадцатого года, как я родила Петю, я постоянно то беременна, то кормлю, то беременна, то кормлю, какой-то автозагар, да, тысячу раз, подумаешь перед тем, как нанести на себя автозагар, не до этого, плюс еще там вредно, не вредно, в том плане, что попадет на ребенка, там проглотит, там натрет себе глазки, и я вот, ну, понимаю, что его нужно выбрасывать, и я хочу купить себе новый автозагар, но это будет не Фаберлэк, потому что там очень дорогой какой-то автозагар, поэтому буду присматриваться к более бюджетным, каким-то брендам, линейкам, напишите, девочки, посоветуйте, что мне такого можно приобрести, например, в Магнит Косметик. Потом, у меня закончился антиперспирант, вот такой дав, и он даже не антиперспирант, это дезодорант с антибактериальным эффектом, у меня помнится как-то не в прошлом летом, а за прошлым летом был бзик на подобной дезодоранте Кефа, я дав, наверное, сказала, да, я уже все в ку-ку, у меня был бзик, и я скупила абсолютно всю линейку вот этого, да, я просто очень люблю мечтать, когда перед тем, как я ложусь спать, и я купила и Гавайи, и Фиджи, и чего там только, и Бали, по-моему, купила, и я любила вдыхать вот эти вот ароматы, ну, не знаю, такой я человек, и, по сути, вот эти вот дезодорантики, Фа, да, они противненькие, то есть, вот эта вот первая нотка, вот игривая, да, она выступает, а потом вот эта примесь талька, какой-то химии, да, и, но, опять же, маркетинговый ход на мне, на дурюхи сработал, и все-таки, с фиксом, это белый вот такой гель для стирки белья, сколько пластика, конечно, сколько пластика, надо будет проштудировать вот эту тему, с пластиковыми отходами фаберлик, все-таки, смотрите, девчонки, я рекомендую вам прикупить вот такую штуку для стирки белья, для всех видов тканей из фикса, здесь полтора литра, 100 рублей, 150 рублей, не помню, но мне показалось, что это крутая штука, она классно отстиривает белье, в следующий раз, когда я поеду в фикс, я обязательно прикуплю еще, и у меня прям целый список фикс, и, когда поеду, я обязательно вам потом сниму видос, у меня много там хотелок, знаете, таких, то, что мне нужно, не изновидно, когда, допустим, липкая лента, хочет еще, я писала, вешалки мне нужны, ну, такая мелочевская, мелочевская бабская, да, гель для стирки деликатных тканей, тоже очень нравится фаберлик, но, зараза, дорогая, стараюсь брать, повторюсь, по акции фаберлик лайк, раньше мне нравился больше гель, для стирки цветного белья, нежели для деликатных тканей, сейчас мне даже для деликатных тканей, нравится больше нежели предыдущий уборки вот такая штука надо просто мне их выбрасывать одно и то же вам показывать это для ванной комнаты потом девчонки гель очищающий для туалета морская свежесть smart color technology короче он зеленый его наносишь под а поток вот таким вот круговым движением унитаза и он начинает менять свой цвет в какой-то синий превращается потом желтый но в общем и целом это как-то вот на разум тоже влияет это как-то психологически работает это красиво смотрится на унитазе это освежает но мне от фаберлик нравится их гринли линейка для унитазов с хвоей там такой аромат неподражаемый обратите внимание далее мои дорогие буквально вчера я добила вот такой шампунь это у нас реальный профессионал год кино протеин ну вот такой шампунь да не буду тут умничать девчонки нормальный шампунь мне вот подобные шампуни лореаль очень сильно напоминают шампунь эльцеф они знаете деликатные они увлажняют кожу головы и волосы до полотно волос но к ним быстро привыкает голова до волосы поэтому я их знаете храню в душевой кабине такие шампуньки наряду с какими-то более такими агрессивными шампуньями которые вычищают все из волос до скрип поэтому как то так кстати напишите как вам сегодня мои серьги как вам мой внешний вид ну по крайней мере то что вы видите сейчас в объективе да гель для стирки для белых тканей их вчера оформляла заказ фаберлик и хотела положить в корзину но забыла девчонки крутая штука действительно делает белье таким кипельно-белым ну вот не новым не супер кипельно-белым если там белье застирана все там она будет супер какой-то искрящийся белизной да нет но действительно как-то вот эта штука работает может быть на подсознательном уровне но она работает от ботовикос вот такой вот освежитель интерьера девчонки если вы не пробовали ничего подобного обязательно попробуйте закажите на волберес на озон крутая штука органическая стопроцентно органическая с крутым описанием с крутым составом здесь эфирные масла всякие экстракты у меня была вариация пергамота жасмин это просто умопомрачительная вариация серьезно я сейчас великий потребитель ополаскиватели для полости рта да и я добила листерин я добавляла его в аригатор когда очищала свои зубки до на ночь и ну не знаю не знаю девчонки никогда не увлекайтесь ополаскивателями потому что у нас в ртовой полости своя микрофлора да это как кишечник это как женская это вот опловая система да я думаю вы меня поняли и когда мы делаем ртовую полость стерильной да то там заселяются условно патогенные какие-то организмы которые при сбоях иммунитета при каких-то внешних провоцирующих и внутренних провоцирующих факторах просто вызывают болезнь на ровном месте да и там стоматиты всякие и вот этот вот зубной налет из правильных микроорганизмов да это естественная защита ртовой полости зубиков поэтому пользоваться нужно но без фанатизма я думаю что вы меня поняли так до места с обязательно поеду фиксы до места сам там 55 рублей мне кажется нормальная цена и вот в рубль бум последний раз заезжала и недавно только я покажу вам покупки нового влоги когда только показываю покупки я вспомнила что я не купила до места девчонки уксус малиновый я добила от и фрошей ой сколько лет этому продукту серьезно столько не живут и я последнее время пользуюсь уксусами для волос мне сейчас асфик состоит мне нравится результат волос такой какой-то знаете более блестящий более какой-то разглаженный по своей длине вот эти вот чешуйки как-то сглаживать да поэтому я пользуюсь уксусами и вот конкретно у этого уксуса был замечательный просто аромат рекомендую и может быть когда-нибудь сделаю заказ фаберлика присмотрюсь именно к уксусу для волос так девчонки ароматизаторы для белья ну я когда перебирала прятала зимние вещи доставала весенние осенние я в общем такой штукой пользовалась вешала именно в шкаф и мне нравился результат действительно свежесть какая-то и мне нравится как ты только-только повесишь в шкаф какой-то ну вот такой вот освежитель ароматизатор и потом приходишь мимо и думаешь чем же есть сегодня надушилась либо духами воспользовались мои дети что вообще происходит а потом вспоминаешь что сама же виновата да девчонки маска до джапан галс мои одни из на любимейших масок я на втором канале показываю как я использую эту маску поэтому подписывайтесь так девочки наконец-то я добила вот такую батью за серб это капсулы с ароматом розы для стирки вот такой вот бренд stone works ссылку тоже оставлю что могу сказать неплохая идея неплохая задумка в плане экологичности да но как правило на мой барабан стиральной машинки не машинка на 5 килограмм и ни одной капсулы не хватало нужно было добавлять две капсулы вторая фишка в том что эти капсулы зачастую вываливались под резинку до барабана стиральной машинки то есть нужно было их там пихать далеко-далеко и прямо забивать прием иначе все пиши пропала и и и и что-то еще хотела сказать вот и забыла если белье сильно загрязненное то ничего эта штука не отстирает если допустим вы стираете какие-то младенческие такие чистые пеленочки до освежаете какие-то детские вещички решили освежить не грязные без загрязнения без кокулек там без пюрешек то это ваш вариант если вас белье супер замызганная как у меня то мне нужно супер-пупер тяжелая артиллерия тяжелая химия ну я пользовалась добила там находила какие-то ситуации тем не менее у детей закончились вот такие витаминки тоже ссылочку оставлю девчонки весной витамины для детей обязательно даю у меня были от гербер и тогда это гербер с двух месяцев их можно давать или двух лет что-то не помню прогуглите девчонки но уже двух месяцев как они будут там жевать там с двух лет в общем хороший состав чего только нет детки обожают меры не знают просят прячу заказывала заказываю буду заказ потом из цветовой химии вот мой любимец ультра вайт фабрилек девчонки это любовная любовь действительно круто очищает для цветных тканей то есть за три месяца сколько всего он готовит для цветных тканей да несмотря на то что я в декрете более пяти лет я пользуюсь декретивной косметикой она у меня заканчивается представляете я добил еще плюс ко всему сухой шампунь вообще сухими шампунями я пользуюсь просто на раз-два и на этот раз это батист rose gold обожаю батисты если бы неприятный инцидент который случился когда я оформляла заказ сазон то цены не было бы этому шампуне да все равно неприятный осадочек он у меня в душе есть но буду брать батист еще непременно потом девочки биокондиционер для белья вот такой вот тоже заказывала по акции фабрилек лайк короче свернулся с густками разбавляла дело но водичка дело в том что когда кондиционер я наливаю минус густкообразный в свою стиральную машинку стиральная машинка мне кажется она всегда напоминает свою хозяйку она всегда вставала на ошибку вот это вот вся катаваси да со стиральной машинкой ну это неприятно это лишний заморочки телодвижения и я рада что добила я такой брать больше не буду может быть это просто такая партия мне попалась потом с чайным деревом зубная паста с айхиороб десерт эссенс девочки это невероятно концентрированная зубная паста она идет с чайным деревом именно для десен такая да ой я со своими бракетами прямо оценила эту зубную пасту вообще бренд десерт эссенс девчонки это крутой бренд это зубная паста до такой степени была насыщенным маслом чайного дерева я прям когда чистила зубы я чувствовала это чайное дерево мне кажется своей пятой точкой серьезно мне мозг кипел от этого чайного дерева потом была такая деликатная чистота ротовой полости если десенка не дай бог там где закровила вот эта паста прям реально моментально подлечивала поэтому обратите внимание у кого парадонтозы парадонтиты брекеты да вот это вот просто незаменимые вещества так у нас уже практически 30 дети добили шампунь и гель для душа но вот какие-то штуки детские с дозаторами с вот такими вот примитивные я их так называю я их стараюсь прятать повыше чтобы дети все сразу не вылили потому что вылить может моментально девочки но это наш любимец фаберлик с запахом дыньки использовали как пену для ванн вообще крутая штука не пробовали обязательно попробуйте ну и дизайн тоже то дети любили разглядывать там ракета космос туда-сюда муж допил вот такой вот жилет вот такую небольшую версию 75 миллилитров это у нас с вами гель для бритья в общем-то ну мужу нравится именно гелеобразные текстуры для бритья он говорит что они более такие концентрированные гель был сало и по моему нам подарил этот гель закончился закончился я не пользуюсь как бы не знаю муж прям с восторгом пользовался и давайте последний продукт о котором я вам поведаю который закончился это вот такой продукт это тушка в связи у меня туши тоже заканчивается это бэмби а и это у нас лореаль я взяла эту тушь совершенно случайно когда в рубль бом расплачивалась и взяла на кассе потрясающую цену на это тоже там 350 рублей вместо там 600 рублей это было приличного времени назад приличное время назад в общем что могу сказать у нее вот такая вот щеточка до силиконовая такая как бочонок да не ярко выраженный бочонок и сначала я не могла подружиться с этой тушью вообще даст ее кисточкой и мы все разные и у нас разное строение глаз ресницы разные кому-то подходит одна тушь кому-то вот такая тушь который я пользуюсь ни за что не подойдет вот допустим некоторые туши мне не нравится но эти туши очень нравится моей сестре я сначала ее не поняла я не могла прокрасить и потом не могла увидеть свои ресницы это такой был макияж без макияжа что он меня не устраивал и при нанесении туши вот эта кисточка все время как-то гнулась и как-то вот но не нравилось мне это мне нужна была фиксация до моим ресницам не нужно было ее завить а если щеточка прогибается не завивает короче это не мой вариант и представляете потом она у меня полежала наверное месяца два-три потом думаю у меня же есть baby eye ее рекламируют по телевидению и хвалят блогеры я начала я с ней еще играться опять под рукой мне всегда была другая еще тушь и я потом поняла через пару недель что я приспособилась под эту тушь и я ей пользуюсь моно уже без вспомогательных туши в общем то вообще прям нравился эффект когда я раскрасила эту тушь и такие выразительные реснички были черные не осыпалась тушь но это время длилось прям где-то месяца полтора и я потом заметила что тушь начала высыхать и начала осыпаться ну вот такое мое знакомство с подобной тушкой и мне нравится больше всего щёточки без разницы силиконовой не силиконовой более вытянутые и ложечкой загнутые и равномерные на всем своем протяжении по толщине вот такие туши не устраивают по полной программе но вот все таки в очередной раз убеждаюсь что подобная тушь наверное не моя по своей анатомии имею ввиду но все мои дорогие это были все пустые баночки переключайтесь на вторую часть этого ролика на мой второй канал там я быстренько быстренько прогоню остатки пустых баночек всем огромное спасибо за просмотр увидимся в комментариях услышимся и обязательно с вас палец вверх чтобы пустые баночки оставались на каналах блогеров всех люблю всем всех целую всем весны любви и все пока пока